Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Химки. Итоги недели». С вами Алексей Кондрашов. В ближайшие 20 минут мы вспомним самые важные и интересные события последних семи дней. 77-й день рождения Химок жители отметили с размахом. Праздник прошел в каждом уголке городского округа. В Калязьме Старбеева для самых спортивных провели любительский турнир по футболу. В Новых Химках жители участвовали в мастер-классах по созданию украшений. В Новогорске устроили настоящую битву арбузов. В подрезково праздник охватил все возрастные категории. Старшее поколение с удовольствием слушало концерт музыкальных коллективов. Самые маленькие жители постреляли в тире, где выиграли мягкие игрушки и прыгали на огромном батуте. Я в такую здоровенную горку. Я вообще, по-моему, в Химках даже ни в дубках, ни в нашем парке нигде не видел. И, конечно же, это только радует, так как нам 7,7 лет. Я бы с удовольствием добавил бы еще одну семерку. Но я считаю, наверное, нам есть куда стремиться и развиваться. Мероприятия начались 4 сентября утром и продолжались весь день. Кульминацией стал праздничный салют. Обо всем по порядку расскажет Диана Садридинова. 4 сентября огласили лучшее место для жизни в нашем округе – Новогорск-Планерное. Эта территория победила в номинации «Самый благоустроенный микрорайон». Отдельного внимания заслужила и новая зона отдыха – «Экоберег». Ее открытие приурочили к Дню округа. Для жителей это стало настоящим подарком. Сегодня в этот праздник на 77 лет нашему городскому округу Химки мы дарим вот этот парк всем химчанам. Желаю здоровья, благополучия и удачи. Нам очень приятно, что у нас рядом с домом появился такой парк. То есть можно выйти с ребенком куда-то погулять. То есть есть какие-то спортивные площадки, то есть самому можно где-то там размяться. Я очень довольна. Мне есть где гулять с ребенком. Здесь безопасно, много зелени, много разных развивающих площадок. Я довольна. Насколько мы все долго ждали его, но он произошел всегда даже в самые смелые ожидания. Подарок нашему округу сделали кулинары и пекари. Химки вошли в книгу рекордов России. Более 20 тысяч пирогов из 55 регионов страны представили на фестивале «Пироги России». Химчане и гости округа с удовольствием дегустировали выпечку. Вкусным праздник получился и в микрорайоне Новогорск. Там прошел первый в Московской области фестиваль арбузов. Очень вкусный. А для жителей микрорайона всходнее Клязьма-Сторбеева День округа выдался спортивным. В парке «Величко», например, организовали турнир по мини-футболу, первенство по настольному теннису и стритболу. Город с каждым днем все хорошо, и ты становишься лучше и краше. Отлично. Здесь всегда проходят праздники на высшем уровне. Так что спасибо огромное. Дети довольны. Любители спокойного отдыха смогли найти занятие по душе на Химкинском Арбате. Арт-галерея «Мост» устроила для химчан творческую мастерскую. Детям тоже скучать не пришлось. В парке «Дубки» их веселили ростовые куклы. Мне очень понравился праздник. Я хочу, чтобы наш город развивался дальше, чтобы было еще больше праздников. Поздравляю всех с праздником. 77 лет – это очень такая дата счастливая. Желаю всем хорошего года, чтобы у всех было все отлично и хорошо. Кульминацией праздника стало, конечно, шествие трудовых коллективов. В колонне прошлись представители администрации, сотрудники градообразующих предприятий, работники систем здравоохранения, образования, бизнесмены, спортсмены и многие другие. Моя колонна – спорткомитет. Я ее буду возглавлять. Очень рад. Погода нам не помеха, но всегда впереди. Очень рады, что принимаем участие в таком славном мероприятии. Отмечаем день города Химки, в котором мы тружимся. Прикладываем все усилия, чтобы он был самым лучшим в Российской Федерации. Всех с праздником! Тысячи химчан прошли по центральным улицам города – Московской, Пролетарской, Маяковского и Проспекту Мира. После шествия участники и жители Химок собрались на стадионе «Родина». Здесь прошло грандиозное театрализованное шоу, в котором приняли участие 600 артистов. Это и студенты, и творческие коллективы, и даже курсанты Академии гражданской защиты МЧС. Сразу после чествовали тех, кто по праву носит звание лучших в городском округе Химки. Награды из рук главы получили 14 человек самых разных профессий. Один из них – Виктор Семенов. Всех его регалий не перечислить. Он и заслуженный металлург, и лауреат государственных премий. А теперь еще и почетный гражданин городского округа Химки. Эта награда для меня очень большая. Почему? Я ровесник города Химок. Мое детство здесь прошло. Учился в школе номер 5 Химкинской. Техникум Химкинский закончил, институт Химкинский заочный закончил. И 53 года работал на НПО «Энергомаш». Поэтому у меня вся жизнь практически Химкин. Подвели и итоги муниципального конкурса «Чистое лето». Главный приз – ультрамодный смартфон получила 11-летняя жительница округа Дарья Тихонова. Я решила поучаствовать в конкурсе для того, чтобы округ был чистым. Я собирала мусор со своей семьей. Мы сделали очень много фотографий. Свои музыкальные поздравления преподнесли артисты российской эстрады Стас Костюшкин, Сергей Жуков, Наталья Гулькина и многие другие. Настоящим гвоздем спортивной программы «Дня округа» стало шоу «Силачей», прошедшее на площади у торгового центра «Лига». В прошлом году на День Химок соревнования богатырей вызвали настоящий ажиотаж. Поэтому организаторы решили позвать их снова. И не прогадали. Несмотря на дождь, за сильнейшими людьми планеты наблюдали сотни зрителей. У нас в городе живут много сильных людей. Мы умеем проводить крупные мероприятия. Поэтому я думаю, что всем понравилось. Смотря на погоду, людей пришло много. Людям понравилось. Это главное. Только на этот раз провели не показательное выступление, а самый настоящий чемпионат России по силовому экстриму. Сегодня в соревнованиях было представлено шесть дисциплин. То есть это самые популярные дисциплины, как показывает практика. И, соответственно, на соревнования приехали самые сильные люди на сегодняшний день, которые принимают участие в данном виде спорта. Несколько часов известные на весь мир мастера силового экстрима развлекали публику умопомрачительными трюками. Богатыри буксировали автомобили и автобусы. Переносили на плечах тяжелые конструкции. Упражнялись с огромными шарами. Сложно представить, сколько тонн они в итоге перетягали. Было очень много всего интересного, тяжелого. К сожалению, погода немножко подвела под конец турнира. Но так как Химки – это самый спортивный округ Подмосковья, и зрители оставались до последнего. Чемпионат России уже в третий раз выиграл спортсмен из Омска Евгений Марков. При этом в силовом экстриме он всего три года. Не так легко, но все-таки все дается тяжело. Просто усердные тренировки, нет колявы такой. Химчане от увиденного в восторге и ждут самых сильных людей планеты и в следующем году. Одно из самых ожидаемых событий дня городского округа для молодежи стал мастер-класс финалиста первого сезона «Танцы на ТНТ» Антона Пануфника. Он также выиграл битву сезонов проекта. Неудивительно, что у главной сцены парка имени Толстого яблоку негде было упасть еще до появления танцура. В этом убедилась Екатерина Юшина. Когда Антон вышел на сцену, никто не смог сдержать эмоций. Вместе с Антоном толпа юных химчан разучила целый танец. Даже теснота и дождливая погода не стали помехой для любителей современной хореографии. Народ в тенках очень золотой, все очень легкий на подъем, все танцевали, кайтовали, кричали, все очень круто было. После мастер-класса объявили победителей фотоконкурса, который канал ТНТ запустил специально ко дню городского округа Химки. Счастливые победительницы получили билеты на съемки третьего сезона «Шоу-танцы». Это что-то невероятное. Он правда крутой и мастер-класс был классный. Мне очень понравилось. Когда я выиграла, это вообще прям... Просто огромный бурь эмоций. Все очень круто, все очень понравилось. Спасибо Антону, что он к нам приехал. Буду ждать, когда приедет еще раз. Сам Антон сказал, что обязательно еще вернется в Химки. Ведь именно здесь живут такие яркие и энергичные поклонники. Вскоре еще одним подарком станет больше. В Химках появится школа восьмого вида для детей с особенностями в развитии. В здании на Московской 38 уже началась реконструкция. Об этом глава округа рассказал родителям будущих учащихся. Надежда Сутягина подробнее. Накануне глава городского округа Владимир Слепцов встретился с мамами детей-инвалидов, которые вот уже 15 лет ждут школу восьмого вида. Беседуя с ними, глава еще раз заверил родителей, что свое обещание выполнит. Я бы мог это здание продать, трехэтажное построение в центре города, да? Заработать бюджет, все это надо было. Но мы с вами встречались тогда и говорили, что для нас дети важнее. Она будет, потому что уже документы оформлены, деньги выделены. Остается физика, только сделайте ее. Сейчас работы ведутся на первом этаже. Такой быстрой реакции от властей никто из родителей не ожидал. Сейчас в округе проживает 368 детей с инвалидностью. В борьбе за школу мамы много лет обивали пороги Министерства образования. Уникальное мы видим сейчас явление, как реакция власти на человеческую общественную боль. Вот такую реакцию власти. Нелицемерную, не откладывание в полку вопроса. Здесь человек пришел и за очень короткий промежуток времени сделал то, о чем переписка лежала 15 лет. На встрече также присутствовали представители общественной палаты Московской области Ксения Мишонова и президент Ассоциации «Здоровая нация» Артур Цветков. Они пообещали собравшимся поддержать проект на уровне Подмосковья. Информацию о ходе работ теперь можно будет узнать в Химкинском центре Вера. Сейчас было принято решение, что информация по поводу открытия школы будет проходить через администрацию центра Вера. Так как в основном все детки, они находятся у нас на учете. По словам главы городского округа Владимира Слепцова, школу восьмого вида на 200 детей в Химках постараются открыть до конца этого года. Надежда Сутягина, Алексей Козеров, Служба новостей. А теперь коротко о других событиях этой недели. В микрорайоне Сходня после открытия эстакады вблизи железнодорожной станции Ферсановка интенсивность дорожного движения усилилась почти в два раза. А после окончания летних отпусков загруженность проезжей части увеличилась еще больше. Поэтому для безопасности и удобства жителей решено установить здесь искусственные неровности. Это станет завершающим этапом работ по благоустройству, которые пройдут здесь в ближайшее время. Все работы по благоустройству и безопасности пешеходов на претензационной зоне около Ферсановки сделаны до 1 июня 2016 года, до открытия эстакады. Также на станции Ферсановка провели ремонт подземного перехода и путь к нему от проезжей части выложили тротуарной плиткой. Раньше не очень, сейчас все облагоустраивают. Я вообще со Сходней, у нас на Сходне все облагоустраивают, все хорошо. Предположительно, лежачие полицейские будут установлены здесь до конца сентября. Благодаря активности жителей было выявлено множество несанкционированных свалок, в основном со строительным мусором. К слову, в Химках легальных свалок для него нет. Ближайшее находится в Солнечногорском районе. Некоторые представители компаний-застройщиков предпочитают экономить и отвозят мусор в промзоны Химок. Но безнаказанными нарушителей не останутся. Результат есть. Мы обнаружили сброс строительной компании. Компания была штрафована на 100 тысяч рублей. Сейчас по делу проходит одна из строительных компаний Химок, которую мы привлекли уже к решению вопроса о вывозе этого мусора. То есть они частично признали свою вину. Сейчас они занимаются тем, что вывозят мусор, который был навезен. Согласно актам, составленными сотрудниками ГТН, нарушителям грозит штраф до 700 тысяч рублей. Это лето прошло в Химках под лозунгом «Сохраним округ чистым». К сожалению, вместо того, чтобы следить за чистотой, некоторые химчане напротив наводят беспорядок. Так, в ночь с 5 на 6 сентября вандалы изуродовали одну из новых спортивных площадок на Юбилейном проспекте. Бортики с внутренней и внешней стороны изрисовали граффити. С тех пор, как появилось это поле, не прошло и полутора месяцев. Сидели просто здесь, я не знаю, сидели здесь молодые люди. Школьники, старшеклассники, девочки, мальчики. Мало того, что равнодушие у людей. И самое главное, что идет большая, сильная, быстрая деградация населения. Но деградация такая, что я им передать не могу. Вандалы не только их разрисовывают, но и ломают баскетбольные кольца. Срезают сетку и даже разводят костры на резиновом покрытии. Сил и времени приложено очень много для того, чтобы привести в соответствие все спортивные сооружения в округе. Но буквально один час и все. И, соответственно, площадку она полностью перекрашивает. Соответственно, это отнимает очень сил и времени. Отследить все случаи невозможно. Поэтому в управление социальной политики просят активных жителей помочь в борьбе с вандализмом. Если вы заметили порчу имущества, сообщите об этом в полицию или единую диспетчерскую службу 112. 4,5 миллиона человек в 2016 году записались на прием к врачу через интернет. Об этом в ходе пресс-конференции на тему информатизации медицины сообщила журналистам министра здравоохранения Московской области Нина Суслонова. В поликлиниках, вы знаете, 4,5 миллиона записались через интернет. Далее у нас это информаты, возможность записаться в самой поликлинике, минуя регистратору и практически не контактируя с регистратором. Это значительно разгрузило наши регистраторы. То есть фактически мы избавились от очередей. Еще один удобный способ записи на прием – позвонить в единый колл-центр губернатора. В обозримом будущем всех пациентов переведут на электронные медицинские карты, а врачи будут выписывать электронные рецепты. Это позволит контролировать качество назначений. Поиск лекарств. Когда пациенты выписывают льготный лекарственный препарат, ему выдают, пока еще дублируется на бумаге рецепт. По этому номеру рецепта на нашем едином портале государственных услуг можно найти те аптеки, в которых сейчас этот препарат есть на остатках. Качество оказанных медицинских услуг химчане всегда могут оценить на портале Добродел. Информация – оружие 21 века. А быстрый доступ к новостям едва ли не определяет социальный статус человека. В этом уверен создатель и руководитель сообщества «Типичные химки» Никита Белугин. Теперь он решил создать электронный справочник по нашему округу – мобильное приложение «Мои химки». Екатерина Юшина продолжит. Весь город в вашем кармане. В одном приложении можно найти самые свежие новости, расписание электричек, записаться к врачу и многое другое. Человек может сразу зайти, записаться в больницу, посмотреть расписание автобусов, электричек, или посмотреть, как связаться. Например, если у него у дома подъезда яма, например, то есть сразу связь с властью, Добродел, он пишет свою заявку туда. Никита планирует сотрудничать и с МЧС, чтобы каждый пользователь приложения «Мои химки» получал уведомления о чрезвычайных ситуациях. Кроме того, в приложении есть раздел «Акции». Я буду договариваться с различными местными химкинскими организациями о предоставлении эксклюзивной скидки тем, кто имеет это приложение, у кого установлено. То есть человек показывает экран своего смартфона менеджеру организации, и тот дает ему эксклюзивную скидку. В октябре выйдет обновленная версия приложения. Пользователи ждет не только новый дизайн. Можно будет оставлять отзывы об организациях, в которых вы побывали. Позволит улучшать городское пространство в плане организационном, то есть помогать собирать обратную связь от людей для организации и, соответственно, делать какие-то выводы на основании нее, изменять что-то в своей политике, в своем отношении, в своем сервисе. Сейчас приложение «Мои химки» установили уже 5000 человек. Авторы проекта планируют, что аудитории увеличится минимум до 35 тысяч. Именно столько подписчиков группы «Типичные химки» ВКонтакте. Никита уверен, что и «Мои химки» ждет успех. И не только в нашем округе. Молодой человек представляет свой проект на премию губернатора нашей Подмосковьи. Ведь это единственный всеобъемлющий ресурс о городском округе химки. Екатерина Юшина, Виктория Волкова, Сергей Гвоздев, Служба новостей. Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро завершились, но принимать поздравления чемпионы продолжают. Очередные награды нашли своих героев. Ордина третьей степени за заслуги перед Московской областью вручил победителям и призерам Олимпиады губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Встреча прошла в концертном зале Дома правительства области, где собрались призеры бразильского первенства, воспитанники спортивных школ и первые лица подмосковного спорта. Получив награды из рук губернатора, атлеты преподнесли главе области символичный подарок. Мы хотели бы от всех спортсменов сделать вам небольшой подарок, который мы привезли из Рио. Двухкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Ягорян живет и тренируется в Химках. Девушка призналась, среди вереницы постолимпийских мероприятий предпочтение отдает тем, что ближе к дому. В приоритете у меня, конечно, всегда стоят мероприятия, которые проходят в Московской области, и, в частности, в городе Химки. Естественно, мне приятно, что губернатор может уделить нам время для того, чтобы нас лично наградить. Безусловно, приятно, и когда проходят такие мероприятия, хочется лишний раз выиграть еще одно золото. На одну сцену с Яной поднялись еще девять атлетов из разных уголков Подмосковья. Кроме орденов, они получили денежные подарки. Золотые призеры по миллиону рублей, серебряные по 700 тысяч, бронзовые по 500 тысяч. Химчанин Артур Ахматхузен тоже олимпийский чемпион. Как истинный мужчина уже сейчас думает о будущем любимого вида спорта. Сейчас на фоне наших успехов нам лично глава города пообещала, непосредственно губернатор, что в Московской области, а конкретно в Химках, будут созданы все условия для фехтования. В подтверждение слов Артура, министр спорта области заверил, все условия для тренировок будут созданы в ближайшее время. Сейчас при поддержке федерации Лишек Михайловича Усманова будет построен зал фехтования. Мы по федеральной целевой программе строим большой спортивный комплекс. Здесь в городском городе Зинкер, Мичуре, где будет бассейн, лед и зал. И мы приняли решение, что именно в этом зале будет расположена школа фехтования. По предварительным данным, зал будет открыт до конца года. Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Россия заняла четвертое место в общекомандном зачете, выиграв 56 медалей. О других событиях из мира спорта расскажет Екатерина Юшина. Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро проходят без участия российских спортсменов. Однако их дух там определенно присутствует. Ровно как и Олимпийский в Подмосковье. В Новогорске прошла своя паралимпиада. Точнее соревнования по видам спорта, включенных в программу игр. Поддержать атлетов приехали глава округа Владимир Слепцов и министр спорта России Виталий Мутко. Виталий Мутко долго общался с атлетами, посетил мастер-классы и вручил благодарственные письма всем, кто мог бы представлять страну в Рио. А также отметил, что отстранение наших спортсменов – не повод думать, что государство не будет их поддерживать. Мы наоборот усилим поддержку и внимание к паралимпийскому спорту. Нет тупиков никаких. Выйти можно из любого ситуации. Скажите, что мы должны сделать. В день открытия погода была нелетная. Однако ни дождь, ни ветер, ни решение Международного паралимпийского комитета – не повод отменять соревнования. Среди участников российской паралимпиады пятеро химчан – Константин Донской и Елена Крутова – выступают в стрельбе из лука. Вместе и по отдельности они взяли уже не один пьедестал. И пусть покорение главного паралимпийского остается в планах, они не сдаются. В разочаровании, конечно, присутствовало все-таки несколько лет подготовки, желания, мечта. Но духом мы не упали. Настраиваемся показать здесь результат, настраиваемся показать дальнейшим результат. Жизнь на этом не останавливается. Спорт продолжается, жизнь продолжается. Я думаю, там у всех результат был бы гораздо выше. Не только от погоды, а и просто вот именно соперники, вот эта атмосфера и все, то есть это совершенно другое. Настрой боевой. Мы, стрелки, в любую погоду готовы бороться. Сейчас спортсмены тренируются на базе Центра подготовки сборных команд «Химки». В округе создаются все условия для развития этого и других видов спорта. Открываются новые спортшколы и тренировочные площадки. Свои слова поддержки атлетам высказал и глава округа Владимир Слепцов. Спортсменам Подмосковья, нашим спортсменам из «Химок», я желаю только удачи и только побед. Мы болеем и гордимся, что у нас есть такие люди, которые сегодня мало того, что тренируются, да еще и показывают высокие результаты. За них болеет вся олимпийская семья, а на трибунах знакомые лица земляков. Я приехал посмотреть, поболеть, потому что некоторые из них на пути сюда обстреляли и меня выиграли. Вместо того, чтобы под палящим солнцем Рио гордо выходить на старт в составе сборной, 263 атлета под проливным дождем соревнуются сами с собой. Просто, чтобы еще раз показать и доказать всем, нас не сломить. И пусть их глаза уже не так горят, как еще месяц назад, они не отчаиваются. Впереди Токио. Один из самых популярных видов спорта в «Химках» – баскетбол. И меньше месяца осталось до начала сезона. Болельщики в предвкушении ждут, когда начнутся первые матчи, а команда «Бокохимки» вовсю готовится к предстоящему сезону. Напомним, что подопечный Душка Иванович выступает в двух чемпионатах – Единой лиге ВТБ и Кубке Европы. Сейчас «Бокохимки» находятся на сборах в Литве, где проводят товарищеские игры с местными командами. Первыми соперниками стали Шоуляй и Нептунос. Встречи проходили в закрытом режиме, но пара фотографий стали доступны болельщикам. Приятно отметить, что навестить знакомых игроков прибыл экс-наставник химчан Римас Куртинайтис, который сейчас возглавляет итальянский Канту. Чуть позже к команде присоединились новички – Джастин Картер и И.Джей Роуленд. В Москве они задержались, так как проходили медицинский осмотр, а уже сейчас готовы показать болельщикам свою игру. Это была итоговая информационная программа. Следующий обзор самых важных событий смотрите ровно через неделю. Я с вами прощаюсь и желаю только хороших новостей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин